На десерт пирог из овсяных хлопьев и яблок. Ингредиенты следующие. 2 стакана овсяных хлопьев, 3 сладких яблока, 1 стакан кефира, 2 яйца, 100 грамм чернослива, 10 грамм желатина, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 столовая ложка фруктозы. Если любите десерты послаще, возьмите 2 или 3 столовые ложки фруктозы. Чернослив замочу в небольшом количестве горячей воды. В желатин налью немного теплой воды и оставлю набухать его на 20 минут. Яблоки разрежу на 4 части и удалю сердцевину. Отправлю в духовку и буду запекать при температуре 180 градусов, пока они не станут мягкими, примерно 30-40 минут. Овсяные хлопья измельчаю с помощью кофемолки, высыпаю в глубокую миску. Достану замоченный чернослив, мелко нарежу его и добавлю в миску к измельченным овсяным хлопьям. Вылью туда кефир и замешаю овсяное тесто. Добавлю 1-2 часть фруктозы. Затем добавлю разрыхлитель. Хорошо перемешаю и дам постоять 20 минут. В форму для запекания уложу пекарскую бумагу. Рекомендую использовать бумагу с силиконовым покрытием. К такой бумаге выпечка не прилипает. Выкладываю в форму овсяное тесто. Смачиваю ложку водой и разравниваю тесто по всей площадью формы. Достаю запеченные яблоки из духовки и отправляю туда форму с овсяным тестом. Запекаю при температуре 180 градусов, пока оно не подрумянится. Примерно 15-20 минут. Вилкой снимаю кожуру с яблок, она мне не понадобится. А мякоть очень тщательно разминаю в пюре. Можно воспользоваться блендером, но если яблоки хорошо запеклись, они достаточно мягкие и легко разминаются вилкой. Аккуратно лопаткой провожу по краям формы. Затем снимаю боковую часть, переворачиваю корж и снимаю бумагу. Сниму прилипшие части теста с формы и вымою ее. Приготовлю верхний, яблочный слой. Поставлю сотейник на средний огонь. Отправлю туда набухший желатин и немного яблочного пюре. Буду постоянно помешивать до растворения желатина. Отделяю белки от желтков и отправляю белки в глубокую посуду. Желтки в блюде не используются. Добавлю немного соли на кончике ножа. Она нужна для того, чтобы белки лучше взбивались. Буду взбивать белки до увеличения массы. Немного. До устойчивых пиков доводить не нужно. Затем добавлю яблочное пюре и буду взбивать, пока масса не станет однородной и не увеличится в размерах. Собираю форму для выпечки. Внизу овсяный корж. На него выливаю белково-яблочную массу. Выравниваю лопаткой и убираю в холодильник до застывания. Примерно на 2-3 часа. После застывания достаю из холодильника, провожу лопаткой по краю и снимаю боковую часть формы. Отличный диетический пирог, очень вкусный и полезный. Приятного аппетита! Примерно на 2-3 часа.